Доброго дня всем! Сегодня я убирала третью партию патиссонов на даче. Я очень большой фанат этого овоща на даче и рекомендую всем выращивать патиссоны. Сама я первый раз посадила 4 года назад патиссоны и в восторге была первый же год. Дело в том, что если сравнивать с кабачками, то при приготовлении блюд из патиссонов они не обладают такой водянистостью, как кабачки. И если сравнивать оладьи из кабачков или оладьи из патиссонов, то, конечно, предпочтительнее будут оладьи из патиссонов. Они не такие разваристые, водянистые, они просто изумительны по вкусу. В детстве, а я жила на севере России, патиссоны для нас были редкостью. Конечно, я знала о таком овоще, читала в журналах, в книгах по приготовлению блюд, но видела патиссоны только в виде сорти, болгарского сорти или просто каких-то венгерских консервов. Да, я видела патиссоны, но никогда не возникало желания поесть маринованный, консервированный патиссон. И только вот сейчас появилась возможность вырастить этот овощ у себя в саду. Первый раз я покупала семена патиссон. Я хорошо помню этот момент. Я пришла в отдел семян весной закупаться кабачками и тыквами. Я набрала какое-то невероятное количество семян. Мне хотелось что-то необычное, что-то такое интересное. Все хотелось попробовать, вырастить. И вот там лежали пакетики с патиссонами. Я подумала, почему бы и нет, почему бы не попробовать. Вот и таким образом я посадила первый раз патиссоны. Какого-то предпочтения в выращивании белые или желтые у меня нет. Но я люблю, чтобы у меня и белые, и желтые были патиссоны. По вкусу, в принципе, они ничем не отличаются. Единственное, что я очень настоятельно рекомендую, не добиваться перерастания патиссонов и срезать их на стадии молочной зрелости. Вот тогда они очень вкусные в приготовлении. А переросшие, ну, в принципе, можно и переросшие потом употреблять. Но они, знаете, как переросшие кабачки. В принципе, есть можно. Но когда они молодые, небольшие молочные спелости, они гораздо вкуснее. Посадив раз патиссоны, я влюбилась в их навсегда. Сейчас это мой любимый овощ. И каждое начало дачного сезона я занимаюсь тем, что высаживаю рассаду патиссонов и с удовольствием жду наступления периода, когда патиссоны буду уже собирать. Я хочу вам сказать, что однажды я не посадила патиссоны весной. Один сезон я пропустила посадку патиссонов. И вы не представляете, как я потом жалела по осени. Когда пришло время собирать урожай, я собирала кабачки, тыквы, которые посадила весной. И я думала, мне хватит кабачков и тыквы, я обойдусь без патиссонов. Но я не обошлась без патиссонов. По осени очень жалела, что не посадила этот овощ. Поскольку кабачки, они надоедают. Вот ты какое-то время ешь, и они тебе надоедают. А патиссоны, они имеют, в принципе, такую же структуру, но они, как я уже говорила, не такие водянистые в приготовлении. И их более приятно готовить. Вот с ними что-то делать, обрабатывать их как-то гораздо приятнее, чем кабачки. И вот я, помню, пожалела очень в тот год, когда не посадила патиссон. И вот один год я пропустила. А так, сейчас я все время сажу патиссоны. Это мой самый любимый овощ. Один из любимых еще тыкву люблю. Еще какие хитрости я про патиссоны заметила. Значит, высаживать их лучше в большом количестве. Дело в том, что если у вас что-то не приживется, либо это будет какой-то сорт. Вот у меня есть там пару веточек, которые не плодоносят. Они цветут, но патиссонов нет. Не знаю, может, семена такие, может, место я неудачно выбрала. Так вот, садить лучше побольше. То есть не 2-3 веточки патиссонов, а побольше. У меня вот, я сейчас даже не боюсь сказать, сколько, но очень много патиссонов насажено. И таким образом, да, есть ветки, которые не плодоносят, либо они там что-то непонятное с ним. Вот. А в целом очень много патиссонов. Садите побольше, больше урожай. Семена какие выбираете? Я выбираю, конечно, по картинке. Желтый и белый. Бывает смесь такая, знаете, желто-белая. Вот. Вот смотрю на картинки, какие понравятся такие. Ну, просто чисто белые, мне скучно садить. Вот. А если вот разноцветные, то интересно. Патиссону нужно гораздо меньше тепла и влаги, чем кабачку. И патиссоны, они не такие обильно урожайные, как кабачки. То есть их вырастает не так много. Но при этом плод значительно красивее, чем кабачки. Вообще, патиссон, слово с французского переводится как пирог. И действительно, патиссоны похожи на пирожки. На этом все. Экскурс. Мой патиссоновый мир завершен. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Всем чудесного дня. Хорошего настроения. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok